Профессионалы своего дела, кадровый потенциал региона. Глава Республики Рашид Тимрезов встретился с 14 победителями проекта «Кадровый резерв» Карачаево-Черкесской Республики. На встрече Рашид Тимрезов ознакомился с персональными проектами и провел торжественную церемонию награждения. На мероприятие побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Этот проект очень важен для нашего региона в плане формирования кадрового потенциала, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Финальный этап проекта выявил самых лучших и хорошо подготовленных профессионалов своего дела. Рашид Тимрезов отметил высокоработу данного конкурса и объявил о своем решении продолжить проект «Кадровый резерв». Мы видим, какие новые вызовы сегодня и в мире, и в стране. И нам на самом деле очень важно, чтобы органы государственные, муниципальные, крупные предприятия, где я абсолютно уверен, что каждый из вас будет представлен, мы с вами еще один раз по этому поводу поговорим. Абсолютно уверен, что для нас это большой плюс. Считаю, что нам этот проект надо будет продолжить. На встрече каждый из победителей представил свои персональные проекты. Так Андрей Грибкин рассказал о внедрении единой системы строительного комплекса региона, при помощи которого будет подача заявок на сайт госуслуг. Это позволит более мобильно решить проблему газоснабжения. Подписанная вами карта развития газоснабжения Карачао-Черкесской республики, согласно которой до 2025 года будет обеспечена стопроцентная техническая возможность подключения газа. А сейчас на 1 января 2020 года у нас 72% газоснабжения. Таким образом, необходимо нам до конца 2025 года подключить более 9 тысяч домовладений, несколько десятков котельных и производственных организаций. Поэтому данный проект непосредственно поможет ускорить этот процесс. Особый интерес конкурсантов был направлен на проекты в актуальной на сегодняшний день сфере цифровое развитие. Победитель конкурса Наурус Пайрамкулов представил главе республики свой проект создания онлайн-платформы «Дом молодежи». Основная задача цифровой платформы – вывести образование в сфере проектной деятельности, волонтерство и предпринимательство на новый уровень. Первый его этап уже в процессе реализации мы получили грант-президент Российской Федерации. Открываем дом молодежи, в котором будет зал образования предприятий на 50 человек, каворкинг-зона на 10 человек и зона отдыха, плюс там дополнительные сервисные помещения. Представленный проект полагал еще и цифровизацию данного проекта, создание онлайн-платформы для молодежи, которая позволит консолидировать молодых экспертов, молодежный актив, чтобы людям имели доступ регулярно обновляемого списка образовательных мероприятий. Проект со социальным эффектом «Безграничное мастерство» представила победительница Анастасия Бакарева. Создание творческой мастерской народных промыслов для лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 лет позволит данной категории обеспечить условия для социализации. Дополнительно мы можем также повлиять на то, что у людей, которые сопровождают лица с ограниченными возможностями здоровья, появится чуть больше свободного времени, что также важно очень для социальной среды. Здесь мне видится также несколько сопутствующих эффектов, но не менее важных. Это способность, возможность адаптировать, расширять лучшие практики, связанные с формированием доступной среды. Это также привлечение дополнительного внимания к вопросам, к проблемам инвалидов. Ну и, конечно, имиджевый эффект для республики, как для субъекта, который заинтересован в решении важных социальных задач. Многие проекты победителей касались вопросов развития туризма, образования, защиты окружающей среды, физической культуры и спорта, инвестиционной политики, права и даже астрономии. Рашид Тимрезов еще раз поблагодарил всех участников проекта и подчеркнул, что с каждым из победителей он лично встретится и обсудит все детали персональных проектов. Вот я вам говорю, что, конечно, если вы не против, в ближайшее время мы с каждым из вас лично пообщаемся, поговорим. Может быть, какие-то вещи вы мне объясните, которые я до конца, может, не понимаю. Может быть, я там что-то подскажу. Но я считаю, что это будет, ну, так, с практической точки зрения более неправильно. Я вот сейчас попрошу коллег, чтобы они, начиная уже с 1 марта, мы, как говорят, встречи с вами у меня назначены. Рашид Тимрезов также отметил, что уже принято определенные решения о назначении кандидата вещества победителя проекта на различные управленческие должности. В завершении встречи глава республики вручил благодарственные письма победителям проекта «Кадровый резерв». Альхан Лепшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия.